ребятушки всем привет и павел городницкий это ахинея и барахло в первой части мы обсуждаем футбольные новости во второй я отвечаю на ваши гениальные вопросы которые можно задавать в комментариях под хэштегом а и b либо у меня в личке во вконтакте ссылка в описании добавляю практически всех и всех буду там рад видеть кстати друзья я завел себе телеграм-канал он называется городницкий вбивайте в поиски телеграма или переходите по ссылке из описания и подписывайтесь на него тоже там больше чем на ю тубе ахинея под рубрика самый кайф туда попадает лучшее что я прочитал увидел или услышал на этой неделе и на этой неделе лучшее что я прочитал это интервью максима дюкова изданию air sport кто такой максим дюков это бывший босс селекционного отдела цска он известен двумя вещами во-первых его жена в свое время в инстаграме осенью кажется прошлого года очень жестко усрала тренера гончаренко то есть начальника своего мужа думала что это не выйдет за пределы закрытого инстаграма но естественно скрины тут же разлетелись и у виктора михалыча тут же охладели отношения с максимом дюковым ну гончаренко можно понять и во вторых дюков известен тем что он дал очень тупое сам того не подозревая интервью что там тупого вот несколько цитат агенты говорят посмотрите кто у нас есть из японцев так возник не симура решили рискнуть это максим дюков объясняет что они делали после того как сорвался трансфер рицу дуана который сейчас играет в psv или вот еще цитата магнусона рекомендовали агенты или дальше корреспондент спрашивает расскажи как убеждал влашича позвонил его агент хотите то есть мы делаем вывод что цска настолько бедный клуб что у них нет сети скаутов и селекционеров которые бы гоняли по разным странам но есть якобы проверенные агенты с которыми общаются люди из селекционного отдела цска но важно понимать что любой агент который зарекомендовал себя как проверенный рано или поздно кинет ну например он порекомендовал четверых футболистов и эти футболисты заиграли а есть 5 барахлянский ну боря ротенберг агент говорит берите ну вы же мне верите когда когда я вас подводил друзья давайте слова мужика он заиграет потом этот чувак естественно оседает на лавке его продают мучительно от него избавляются платят ему зарплату агент говорит но там разные факторы тяжело было адаптироваться короче агенты это люди которым нельзя верить от цска слишком сильно последнее время надеялся на агент я так просуждал и мне кажется что цска напоминает милан тоже брали дешевых игроков аренды свободные агенты все дела а потом это внезапно перестало работать механизм сломался поэтому сейчас что милан в жопе что цска я думаю ближайшие годы если не придет богатенький спонсор будет в лучшем случае бороться за лигу европы уже сейчас цска на пятом месте и отрыв от 2 5 очков 5 очков это до хера я не думаю что если продолжится чемпионат россии цска попадет в лигу чемпионов шансы практически нулевые к тому же дерби проиграли и вообще тяжело идут голы ну потому что что вы хотели по такому принципу комплектуются команды теперь переходим к новостям диего симеоне самый высокооплачиваемый тренер в мире он зарабатывает 40 миллионов евро во первых 40 миллионов это не котлета его падает на карту а 50 процентов потому что 50 процентов примерно в испании уходят на налоги даже если у тебя есть офшоры все равно ты очень солидную сумму прям несколько миллионов евро ты в пользу испанского государства переводишь во вторых кто поспорит с тем что диего симеона заслужил эти деньги нет симеона нет атлетика в руководстве атлетика это понимает поэтому не жалеют бабок для челла симеона ну и в третьих вслед за симеона идет антонио конте который выводит интер на новый уровень спустя годы мучений на третьем месте пеп гвардиола который тоже но явно помогает сити прогрессировать несмотря на отсутствие кубка чемпионов какой вывод очень хочется передать привет барселоне потому что в другом рейтинге я накопал что барселона платит кики сатьяну пол миллиона евро в месяц получаете 6 миллионов евро в год вычитаем налоги 3 миллион чека евро и пока барселона будет вот так экономить на тренерах и не нанимать кого-то солидного статусного звездного топового а таких людей не было сну ивангала с начала 20 века вы представьте себе райкард был без опыта гвардиола без опыта луис энрике мягко говоря не звезда хоть и выиграл потом лигу чемпионов эрнеста вальвердо тоже смешно барселона принципиально почему-то не платит деньги тренером видимо все уходит на месте но нужно пересмотреть политику и найти и нанять кого-то наконец нормального не хави а кого-то проверенного я не знаю аллегри подпишите аллегри барселона рио фердинанд об отказе ариена робина переходить в мю в 2004 году он прогулялся по базе но ему не понравился запах и тут можно подумать что робин неженка псих и вообще чокнутый но я вспоминаю 18-летнего себя как я поступал в универы и я подал заявление в спб гу я подал заявление в фенек и высшую школу экономики и там были очень чистенькие приемные комиссии ты приходишь тебе печатать заявление все очень солидненько там компьютеры с тонкими мониторами чуть ли не маки ну короче ты приходишь и понимаешь что попал в очень такую статусную организацию а потом я решил надо бы перестраховаться и отнести в какой-нибудь вуз поменьше не такой известный а у меня корабелка рядом с домом и я туда пошел вот буквально 10 минут эти там еще такое здание реальном виде корабля я захожу спрашиваю где приемная комиссия и мне еще не успели ответить а я такой и понял что там воняет столовкой какими-то котлетами прошлогодними кашей и мне начали отвечать я говорю знаете не надо спасибо я понял что не хочу там учиться потому что там вонь стоит неописуемая поступил в вышку там пахло хорошо но я правда все равно не доучился но роббана я понимаю тебе каждый день тренироваться на этой базе если тебе не нравится запах то ты будешь страдать вот и все барахло ваши гениальные вопросы мои барахлянские ответы задавать вопросы можно в комментах под хэштегом а и b поехали ты бы пошел футболину к махалину конечно пошел бы я это шоу смотрю практически со всеми гостями даже с теми кого я не знаю и кстати мы с темой нечаевым когда только запускалась футболина спорили он говорил рада не даже пять выпусков не протянут и никто не будет это смотреть и подписчиков там не будет тема как эксперт ютуба провалился я сразу же предрекал что футболина будет популярный но я бы туда пошел с целью кого-нибудь унизить там обычно зовут каких-то друзей ну типа уткин и казанский какая-нибудь командная еще с какой-нибудь леди с которой они потом пойдут вино или кофе пить а я бы хотел кого-нибудь уничтожить просто чтобы не дали с какой стаса минина на растерзание чтобы я пришел и показал что это чмо вообще ничего не знает футболь как говорил классик я тобой пообедаю тебе быть удобрением ты здесь не за победой за моим одобрением кстати батлу уже пять лет и он до сих пор остается лучше на мой взгляд в истории поэтому дайте мне пожалуйста стейк с кровью я его сожру данила махалин если ты меня смотришь я жду твоего предложения сборная 2008 против сборной 2018 какая тебе больше нравится но смотрите сборная 2008 она была точно сильнее по качеству состава сто процентов она выдала сразу два крутых матча там был драматичный отбор против англии запихивали эти голы рома павличенко герой страны потом против голландии это просто космос вообще вся страна пела танцевала выбегала на улице и плюс турнир проходил на чужой территории австрии швейцария и к тому же я ходил на матч россия швеция и на матч россии испания россии испания вспоминать не хочется а вот россия швеция уже было ясно что по ходу турнира команда преобразилась и просто этих шведов с юнбергом и ибрагимовичем смяло вообще ничего не дала им сделать и было непонятно почему всего лишь за 10 дней до этого испания такую котлету сделала из сборной россии так что 2008 год я был ребенком я это воспринимался очень восторженно я пел гимн в инсбурге на стадионе тивалиной но это впечатление навсегда по поводу 2018 года очень хейтили черчесова за его выбор за то как он себя ввел на пресс-конференциях когда говорил товарищеских матчей у нас нет у нас контрольные матчи там был целый список из стоп слов мы вообще ночи надменный павлин так выходила беру так 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 мы готовимся не мешайте и было полное ощущение что сейчас сборная провалится и черчесова выгонят вышвырнут с позором как какого-нибудь ярцева и даже например актер квартета и ростислав хайт призывал за не знаю пом 7 дней до старта чемпионата мира срочно заменить черчесова а дуть писал обращение дуть который вроде бы что-то понимает дуть писал обращение что футболисты не слушайте стаса черчесова вы как-то между собой договоритесь парни выходите играете просто оказалось что черчесов подготовил мега дисциплинированную и сильную сборную но если посмотреть объективно по эмоциям и по восприятию то давайте саудовская аравия деревенский какой-то подвальный уровень было понятно что все победа 50 праздник ok египет равная в лучшем случае команда салах и больше никого салах причем был такой полуживой травмированный гениальным серхио рамосом дальше уругвай изнасиловал сборной россии и потом испания без тренера как раз вышла играть и 120 минут россия отбивалась просто отбивалась это был не мать россия голландия это то что не хочется пересматривать это тоска это просто сон вообще лучше снотворное я не знаю сидел в винном баре и там люди откровенно засыпали ждали уже когда уже пенальти когда уже просто не эмоционировали очередной набег испанцев на наши ворота и понятно же что ничего не будет что отобьются что так пройдет вся игра победили по пенальти молодцы ну и дальше с хорватами тоже реально хороший матч возможно кстати лучший при черчесове потому что не ссали атаковать и вот этот гол марио фернандеса и драма феди смолова но проиграли поэтому я скажу так из тренеров не хитинг мне не близок не черчесов со своим тигрином восприятием реальности который себя обожает который говорит я лучший там и так далее и в раздевалке он вроде бы так же себя ведет его реально бояться хитинг добренький тоже мне не нравится мой такой моя ролевая модель это зинодин зидан спокойный скромный и работящий я обожаю зидана хитинг и черчесов ссоре по зрелищности сборная хитинга круче по эффективности наверное круче сборная черчесова но в моем сердечке 2008 год андрей аршавин роман павлюченко и конечно же роман широков единственный человек который не радовался успехам сборной россии сидел в раздевалке грустный потому что его не выпускали после того как он обосрался с испанцами то команда эта команда из детства поэтому для меня на первом месте среди сборных россии наверное 2008 год а на втором 2012 как ни странно потому что сборная адвоката тоже была сильной и непонятно каким образом облажалась на евро и уже только на третьем сборной 2018 года хотя по достижениям четвертьфинал чемпионата мира и полуфинал чемпионата европы это приблизительно одно и то же где сейчас игорь будников который вел футбол россии я поражаюсь таких вопросов десятки друзья ко мне добавляются в vk люди я кстати там читаю все сообщения стараюсь по возможности отвечать если я знаю что ответить и пишут где будников что сейчас будниковым я гуглил будникова а будникова то нет реально в гугле очень мало про будникова а просто друзья нужно сидеть в фейсбуке я там очень быстро нашел игоря будникова вот вам несколько фотографий свежайшего будникова раз два три четыре и я еще спросил у бывшего коллеги будникова не буду говорить у кого что сейчас с игорем и мне ответили я иногда вижу в его ленте фото с отпуска хорошие отели бизнес-ложи аэропортов кто-то говорил что игорь в свое время несколько раз удачно покупал квартиру на стадии проекта когда дом сдавали продавал и снова вкладывал кто-то говорил про какие-то букмекерские успехи я его видел два года назад полный розовощекий трезвый и хохочущий по моему исчерпывающая характеристика если игорь будников ответит в фейсбуке чем сейчас занимается я вам обязательно расскажу ну и так понятно что у него все по жизни хорошо почему ты не покупаешь рекламу для своего youtube канала у тебя такая грустная статистика я не покупаю потому что нет гарантии что эта реклама отобьется я например вложу какие-то деньги кто-то меня отрекламирует ко мне придет 10 человек и я расстроюсь это во-первых во вторых я пока ничего не зарабатываю этим каналом так бы я сделал реинвест пришли бы ко мне какие-то рекламные деньги я бы взял и отправил бы на какую-то другую рекламу ну и в третьих я продвигаю свой канал в телеграме там я буду однозначно в ближайшее время закупаться рекламой но вы мне можете помочь и бесплатно совершенно подписаться на мой телеграм-канал тем более туда попадают лучшие комментарии под видосами то есть вы например рассказываете какую-то охренительную историю правдоподобную желательно я ее делаю в виде скриншота и отправляю себе в телеграм-канал так что вы себя можете там наверное в ближайшее время увидеть если вы постите что-то действительно увлекательное как в россии строится работа пресс-служб спортивных клубов человек задавал этот вопрос пять раз поэтому я вынужден ответить мне кажется что пресс-служба это для россии как служба безопасности она делает все чтобы начальники чтобы руководители хозяева не прочитали никакого негатива о своем клубе своей организации ни в коем случае поэтому бывает такое что ты например написал какую-нибудь гадость про зенит и сразу же начинают так кто такой городницкий давайте посмотрим кто заказал ту статью причем как правило в пресс-службы идут бывшие журналисты которые знают что заказных текстов в россии очень мало но и у них как-то мутирует сознание они потом так это явный заказ например краснодар в свое время очень любил вот так подавать информацию что если про краснодар внезапно вышел какой-то негатив это по любому заказ конкурентов да кому вы нужны кстати бывшие пресс-эташе краснодара кажется его зовут денис данильченко он в прошлом болельщик кубани который вовремя переобулся завел себе твиттер под названием собака go bulls и начал топить за краснодар а в краснодаре это считается высшим зашкваром если ты раньше был болельщиком кубани а потом продался галицкому и ради теплого местечка пошел пахать на краснодар ну такого много в спартаке например сектанты вот реально сектанты я хотел пойти в прошлом августе на матч спартак цска мне дали бумагу специально от евроспорта что я являюсь их сотрудником я должен был зарегистрироваться в системе спартака чтобы меня аккредитовали на игру с цска ну просто чтобы не париться с билетами и посидеть со знакомыми журналистами посмотреть как они будут запрыгивать на столы после голов спартака это всегда очень забавно и я значит пошел регистрироваться на сайт спартака я увидел что там все настолько древние что у них не отображается копча вот эти циферки которые нужно с картинки ввести их просто не видно я пишу фейсбуке напрямую сотруднику пресс-службы спартака говорю у вас не работает копча и что он не отвечает да она уже много лет не работает просто письмо какой-нибудь отправь на почту и все будет нормально я думаю ладно пишу на почту а мне там довольно грубо отвечают вы еще не видели где на сайте у нас форма регистрации я пишу извините пожалуйста вас там копчане работает мне сказали ваш же коллега сказал идти к вам чтобы я у вас на почте напрямую получил аккредитацию мне говорят да у нас довольно старая система вы знаете старая одна из старейших премьер-лиги но она работает а спартак великий клуб и у нас по 200 заявок на аккредитации на матче с цска на дерби на дерби и по 50 на обычные матчи может быть в этом и заключается величие клуба то есть адекватного диалога не получилось я им говорю у вас устаревшая система дайте мне аккредитацию а мне начали объяснять что спартак великий клуб что у них древняя и поэтому видимо хорошая система аккредитации и поэтому я должен смириться короче я ту игру смотрел в баре и принял решение для себя больше не общаться с сотрудниками пресс-службы потому что это огромное мучение это всегда очень душно и они потом тебе будут писать мы вас аккредитовали а вы такое говно то про нас написали нет спасибо большое и на зенит я тоже не хожу по аккредитации как ты относишься к валерию карпину я в прямом эфире когда мне было 10 лет смотрел тот самый великий матч депортива с реал со съедадом кажется это было депортива когда карпин получил вторую желтую карточку за то что очень долго аплодировал трибуна вот он шел шел его заменили хлопал ему подошли показали желтую это была уже вторая желтая росла красная и чувака который должен был выйти вместо карпина его просто не выпустили сказать садись на лавку а карпин пошел пожалуйста в раздевалку мне уже тогда показали что это такой замечательный персонаж потому что в сборной я карпина к сожалению фактически не застал он завершил карьеру насколько я помню еще перед евро четвертого года потом карпин после завершения карьеры в пятом году какое-то время занимался бизнесом и я так понимаю что эпически там прогорел у него была волейбольная команда какая-то велосипедная команда он вкладывался вкладывался и остался вероятно без денег и поехал в москву очаровал фидуна и стал сразу же практически гендиректором спартака и одно из первых его телодвижений он уволил стаса черчесова и стас черчесов до сих пор слышать не желает про валерия карпина ну а стас сам виноват проиграть киевскому динамо два матча это уж извините и дерби цска 1 5 и потом избавиться от титова скалиниченко тут стас черчесов может винить только себя а не валеру по поводу его тренерских скиллов я имею ввиду валерия карпина сначала это все было очень сыро он оставался внутри себя футболистом когда кто-то не мог элементарные технический прием исполнит на тренировке сразу же ты коряга ты говно мешок с говном как ты попал вообще футбол иди там занимайся с дублем карпин воспринимал все как футболист ему из-за этого было тяжело он был очень догматичен какая-то схема я хочу чтобы спартак играл так только так вот кружева романцев романцев и даже приглашали консультантом к тому же карпин совмещал работу гендиректором поэтому то что спартак 2009 году 2012 занимал вторые места в чемпионате россии серебряные медали получал это чудо потому что у того карпина было миллион минусов как у тренера он не знал как ставите барону там залетала все спартаком горит но я не знаю может быть в церковь сходить и вот такие у него были отмазы потом когда его уже выгнали в четырнадцатом году он через мальорку через армавирская торпеда понял что оказывается не все такие мастеровиты как он что бывают футболисты деревянные что с ними тоже можно работать с этими дуболомами все это внутри себя осмыслил переварил стал мудрее старше опытнее адекватнее потом на матч тв он работал начальником комментаторов тоже смотрел футбол как эксперт тоже понимал что уровень у нас футболистов не такой как в испании опять же с этим смирился и сейчас в ростове мне кажется что он проделывает мега качественную работу его все любят он в медийном поле тоже суперзвезда харизматичные влюбляет себя моментально и даже тяжело придраться учитывая что у ростова хронически проблемы с бабками по поводу его работы на матч тв насколько я понимаю саша аксенов нынешний главный редактор sports.ru который тогда был заместителем натальи билан одной из топ леди на матч тв они короче с карпином аксенов и карпин очень много сотрудничали очень много обсуждали как делать шоу как нужно прокачивать комментаторов и саша который максимально требовательные к чужой работе и в чужой подачи и вообще какой-то философии каким-то взглядом то есть если человек не разделяет его взгляды саша с ним плотно сотрудничать не будет саша говорил что карпин мега конкретный мега четкий профессиональный мужик который отсматривал все матчи российского тура кучу европейских топ-матчей лигу чемпионов испанию англию учил комментаторов анализировать футбол и вообще реально повысил уровень средний уровень понимания футбола в комнате 816 поэтому когда 2017 году карпина по звонку алексея миллера убрали с матч тв и сказали не залупайся иначе ты работать в рпл больше не будешь именно поэтому саша аксенов ушел вместе с карпином он не мог пережить что его коллегу и приятеля настолько нагло выпиздили с матч тв поэтому саша отказался от грандиозной зарплаты на матче какое-то время посидел безработным а потом пришел шеф редактором на sports.ru для него был принципиальный момент чтобы с карпином обошлись порядочно а с ним обошлись к сожалению как с говном и саша ушел вместе с карпином лично я считаю что в 2020 годах вот ближайшие десятилетия главная задача валерия карпина выиграть хоть какой-то трофей кубок россии чемпионат россии супер кубок россии либо возглавить сборную россии потому что вот он тренирует уже получается больше 10 лет у него нет титулов он каких-то локальных достижений добивается те же вторые места со спартаком сейчас ростовом идет высоко гасит тот же спартак но нужно что-то выиграть и сразу же станет легче иначе можно превратиться в тренера для середняков а это худшее мне кажется что может произойти с валерием карпином вот так вот подписывайтесь на канал подписывайтесь на телеграм-канал ссылка в описании ставьте лайки дизлайки чао